Всем привет! Долгожданное видео с дачи. Вы просили показать, как у нас стало. Там таз сидит. И давайте посмотрим, что изменилось с того года. Ну, собственно, тут всё так же, как и было. Кусты, вот у нас груша растёт. Кстати, в этом году урожай груш будет большой, много уже зачатков вот таких вот. Значит, в доме практически всё одинаково, как и было раньше. Пошлите посмотрим, что изменилось. Ну, собственно, на кухне практически ничего не изменилось. Всё так же, как и было. Тут диванчик, антенна. Мы брали её для того, чтобы подключить телевизор. Сейчас я вам его покажу. Извиняюсь за свои пальцы, копалась в огороде, поэтому грязные. Так, ну, тут ничего не изменилось. Набор для мохито привезли сюда. Всё так же, как и было. Печку топили недавно, поэтому пока что такая грязненькая. Ещё не прибрали. Кухня всё так же. Единственное, что вот подключили. Ресанту. Это у нас стабилизатор напряжения для микроволновки. Напитки. Это у нас на следующие выходные. Собираемся устроить коктейльную вечеринку. Ну, а из новенького на кухне появилась маленькая полочка над раковиной. Чай, кофе. В общем, всякие мелочи тут лежат. В комнате всё практически без изменений. Также остались диванчики. Появилась ковровая дорожка. Надо там поправить. Загнулась. Так. Ну, так же стул. То есть всё, как и было. Мои рулонные шторы. Тут всё так же без изменений. Но появился телевизор. Такой вот достаточно большой. Единственное, что ещё антенну до конца не подключили. Тут вот у нас усилитель цифровой. Или как это называется? Приставка. Цифровая приставка, да. Надо ещё антенну докупить. В общем, на следующих выходных, да, делаем. В общем-то, в остальном, в целом, тут без изменений. Появился ещё у нас тут вот такой вот житель. Это антистресс-игрушка. Подушка такая вот прикольная щука. Она большая, мягкая такая вот внутри шарики. Ну, стандартный антистресс. Такая вот фирма Йобо. В общем, эта фирма занимается антистресс-игрушками, подушками. У них много разных есть. Вот, смотрите, рыба мечты. 21 килограмм. Ну, в общем, такой вот прикол. Посиделась она у нас теперь на даче. Брали на Валдбрис. Там много разных таких прикольных игрушек. Кому интересно, ссылочку оставлю. В целом. Всем привет. В остальном доме всё без изменений пока что. Далее. Тут участок. Ну, немножечко разгребаем. Видите, раньше были заросли. Уже почище стало. Плодовые кустарники, деревья. Что-то подвязали. Обрезали старые ветки. Но ещё не до конца. Вот это вот надо спилить. Тоже всё убрать. А так, в общем-то, и от вредителей прошлись. Фитовермом. Смородину. Тут вот пиончики у нас растут. Такие вот. Много. Тут появилась у нас будущая песочница. Она ещё не доделана. Это песочница для Леры. Но ещё будем её доделывать. Поэтому покажем позже. В общем, пока что только вот так вот. Далее. Ну, в общем-то, там тоже без изменений. Пока что всё. Теплица. Теплицу посадила. Потихонечку растёт. То, что тут ещё вот не убрала. Траву полола. Надо убрать. Ну, показываю пока как есть. Тут, значит, у нас помидоры чёрные, жёлтые, черри. Тут тоже помидоры черри, перец, огурцы. В общем-то, ну, стандарт такой. Такой вот мини-парничок ещё появился вдоль теплицы. Тут у нас тоже растут помидоры черри и перец. Тут ничего не сажали. Но вот с прошлого года ещё растёт петрушка. Правда, подзаросла. Надо тут её чуть-чуть в сырники подёргать. Ну, в общем, кудрявая петрушечка растёт. Хотя не сажала. Просто с того года по старым семенам начала вылазить. Ну, собственно, кустарники, смородины. Имперу сегодня всё обработали тоже дополнительно. Тут появились грядки. Грядок стало много. Раньше их не было. Значит, клубника. Грядка с клубникой. Она у нас немножечко переболела. Получается, везли родственники, накопали у себя в деревне. Пока довезли, дорога дальняя, она как бы посадили. И она немножко сначала не прижилась. Много листочков повяла. Но спустя две недели отжила. В общем, старые листики завяли. Я их срезала. Завязшие. И она дала новые листья клубника. То есть, они уже идут абсолютно свеженькие, зелёненькие. Ну, а старые я посрезала. На этой грядке растут кабачки. Вот уже начали вылазить. Далее тут укроп потихонечку тоже вылазит. Это у меня редис идёт. То есть, он уже подрастает. Это который скороспелый за 18 дней. Там вот уже красные редисочки есть. Я думаю, уже через недельку-две можно будет собирать. Далее тут вылазит эта свекла. Это морковка. Только вот только она начинает вылазить. Вон она. И тут у нас дальше идёт петрушка. Это прошлогодняя. Ещё тоже не сажали. Я сюда подсадила семян, но они ещё не вылезли. А вот эта вот, которая кустица, это прошлогодняя. Старых семян. Я уже отсюда срезала. Замораживала в морозилку. И вот ещё растёт. И тут уже проклюнулся это листья салата. В бочках у меня молоденькая картошка растёт. В интернете можно найти способ выращивания картошки. Вот решила попробовать так вот. Тут молоденькая картошка, но чисто, чтобы приехать на дачу и сделать на мангальчике. То есть, это не на какие-то запасы, а чисто дачный вариант. И тут у меня растёт редька для салатов. Тоже вот уже листья дала. Ну, собственно, потом сюда ещё по бокам подсажу лук. Хочу подсадить. Малина растёт потихонечку. Так, тут мусор надо вывозить. Так они вывезли. Появился умывальник. То есть, он тут и был. Просто переехал он вот сюда, к душу. Тут надо это всё помыть. Был дождик. В общем, всё пока попачкало. Подвели к нему воду. То есть, раньше надо было в бак наливать. А сейчас тут всё идёт автоматом. То есть, постоянно наливается. То есть, есть всегда вода. Но в душе тоже пока всё без изменений. Появились у нас качели садовые. Единственное, что подушки сейчас с них сняли. Также был дождик. Пока что подушки убрали. Тоже на следующей неделе, когда приедем, будем отдыхать. Уже положим подушки. Всё это. Крышу сделаем. Ну, как положено. Всё это привяжем. И покажем, как это смотрится. Ну, в общем, теперь такое вот место отдыха. Также появился скворечник. Вот такой вот на берёзке. Ну, может быть, кто-то и поселится. В этом году, думаю, будут вишни. То есть, вот, есть. Достаточно много. Ну, надеемся, что урожай будет. Ну, и теперь одно из главных крупных изменений. Это мы сделали жидкие окна. Или также их называют гибкие окна у нашей бытовки. Помните, мы от дождя затягивали плёнкой на зиму. Ну, а потом решили переделать. Вернее, недавно совсем решили переделать. Тут всё это сейчас наполовину закрыто. Вот открыта дверь и одно окно. Вот так вот оно закатывается и всё проветривается. А когда идёт дождь, то опускается, держится на таких вот скобах. И, в общем, ничего не заливает. Также на веранде у нас появился линолеум. Правда, грязновато. Надо тут ещё подмести. Уже натаскалось сегодня, был дождь. А так появился линолеум. Так что теперь тут вот так вот выглядит пол. И сегодня ещё поставили вентилятор. Купили такой вот простенький, обычный. Но всё-таки чуть-чуть от жары спасает. Особенно, если рядом посидеть. В целом, остальное всё вроде так же без изменений. Не помню, в том году показывали, нету Леры. Столик со стульчиками. Также вон биван под столом лежит, пока не надували. Потом покажу. Ну, тоже для отдыха появился. Ну, и в целом, вот так вот это всё выглядит. Уютненько стало. В бытовке в целом всё без изменений. Единственное, появился вот такой вот стеллаж, на котором всё хранится. Друзья, ну вот мы, собственно, показали, да, те изменения, которые были. К сожалению, снимать у нас было мало возможностей, потому что после зимы работы было много. У нас была проблема и с насосной станцией. Пришлось её там дорабатывать, скажем так, да, что-то переделывать. Потому что пластиковые родные трубы там, в общем, подустали, мягко говоря. То есть работы было очень много, поэтому я прошу прощения, что снимали мы мало, да. Ну, соответственно, будем исправляться, да, то есть мы канал не забрасываем, да, акцентируя это внимание. Вот, поэтому, соответственно, видео будут продаваться. Возможно, конечно, не с такой хорошей периодичностью, как это было ранее, да, то есть, но тем не менее, то есть мы постараемся там раз в две, в три недельки там стабильно вам видео выкладывать. Может быть, даже будет чаще, да. Ну, всё зависит от количества работы. Потому что когда работы очень много, как бы, ну, особо не до съёмок, друзья, вы сами должны понимать, да. А когда у нас есть немножко перерывы какие-то, да, то есть мы, соответственно, для вас что-то снимаем. Ну, сейчас у нас перерыв образовался, да, соответственно, мы показали все изменения, которые произошли, да. Ну, и в последующем, соответственно, также будем показывать. Вот, всех рад видеть, вот, будьте на связи. Не отписывайтесь от канала, наоборот, подписывайтесь, лайки обязательно. Вот, ну, и всем пока-пока, до встречи, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok